Родители воспитанников детского сада с говорящим названием «здоровье» забили тревогу, когда заметили, что их дети стали плакать во сне и бояться темноты. Мы начали с ним разговаривать и выяснилось о том, что воспитательница Мишина Анна Александровна просто закрывает их в темной комнате. Неоднократно в отношении наших детей использовалась рукоприкладство. Родители рассказывают на спешно созванном собрании в детском саду. Воспитатель с многолетним стажем честно призналась в не совсем педагогичных действиях в отношении нескольких четырехлетних ребятишек. Извинилась, сказала, да, действительно, простите, у меня проблемы в семье. Мы задали ей вопрос, получала ли она удовольствие, либо решила на свои проблемы, тем самым, когда била детей, она сказала, что нет. Возмущенные родители написали уполномоченному по правам ребенка. За дело взялся Следственный комитет. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю принято к производству уголовное дело в отношении воспитателя детского сада Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Руководство детского сада от комментариев воздержалось. Однако, по словам родителей, сначала там дело просто пытались замять. Нам заведующая пояснила, что Мишина Анна Александровна писала заявление по собственному желанию об увольнении. А это значит, что она могла снова устроиться воспитателем, будто ничего и не было. Впрочем, после огласки этот процесс быстро остановили. Данный педагог был уволен по статье 336 пункт 2. Это за применение, в том числе однократное, форм физического или психического насилия над воспитанником. Совпадение или нет, но, по словам чиновников, в январе этого года в каждом из 158 муниципальных детсадов Барнаула приняты кодексы профессиональной этики. Так что вопиющий инцидент в детском саду здоровья должен остаться первым и единственным. Михаил Ширин, Николай Шилко, Александр Морозов. Наши новости.